Добрый день. Подскажите мне, все ли в порядке? Как со звуком? Видно, слышно? Благодарю, поняла, поняла, что все хорошо. Отлично. Вот мне тоже казалось, что звук у Татьяны трещал. Сейчас нормально звук? Нет, никакого ни фона, ничего, все хорошо. Отлично. Тогда будем начинать. Ну что, друзья, сегодня мы с вами начинаем цикл наших встреч. У нас вебинаров будет несколько. Сегодня первый в этом учебном, скажем так, году. Многие из нас живут учебными годами, как и я, например. Вот, поэтому, так, если идет фон, мы будем уменьшать громкость. Но сейчас я понимаю, что не надо ничего делать. Да, Татьяна, если что, мне в чат напишите. Значит, что касается сегодняшней нашей темы, несмотря на то, что кажется, что она второстепенная, и, в общем-то, кажется, что без нее можно и обойтись. На самом деле, тема очень важна, и те, кто не доходят до конца, через какое-то время говорят, почему же я на это внимание не обратила, оказалось, что именно этого-то и не хватило. Собственно говоря, и исследование интересное, и тема защищабельная, и все такое прочее. А вот с планированием или с правильным движением по пути что-то не сложилось. Поэтому давайте мы сегодня все-таки об этом поговорим. Традиционный слайд только для тех, кто сегодня впервые, по поводу того, кто я. И что касается сегодняшнего нашего вебинара, что на вебинаре у нас сегодня запланировано. Во-первых, мы должны с вами рассмотреть, выделить некие особенности деятельности аспиранта-докторанта, потому что очевидно, что видов деятельности много, но они не одинаковые. Вот эту неодинаковость сегодня нам нужно увидеть. Второй момент – это нам нужно разобраться со временем. Время – это ресурсы важные, которые… Так, Олеся Юрьевна пишет, что остановился и звук и видео. Друзья, дайте мне знак, как у вас, на месте ли я у вас. У меня все в порядке, все нормально, отлично. Тогда, Олеся Юрьевна, вам, наверное, нужно перезагрузиться. Уменьшите звук. Так, давайте попробуем уменьшим звук. Давайте настроимся, чтобы вам было комфортно. Так, а вот так, друзья, получше? Вот сейчас звук как? Лучше, хуже? Все замечательно, я чуть-чуть убавила. У кого-то хуже, у кого-то лучше. Ну, друзья, я не волшебник, я только учусь. Пожалуйста, если будет хуже, да, вы мне об этом говорите, но я надеюсь, что у всех стало лучше. Значит, мы поговорим сегодня о времени и о том, как с ним быть, чтобы время стало нашим другом. В работе над диссертацией, кроме того, мы поговорим о таком явлении, как научная хронофагия. Вещь простая, но не очевидная. Ну и, соответственно, нам нужно будет немножко для себя определить, к какой группе исследователей относитесь вы. Есть исследователи, для которых важен результат, есть исследователи, для которых важен процесс. Есть люди, которые говорят, что качественную работу быстро написать нельзя, а есть люди, которые говорят, что если я четко понимаю процессы и понимаю, как их выстроить правильно, то я могу делать качественно и работу, и это сделать быстро. Так вот, нам, собственно говоря, нужно будет для себя определить, к какой группе относитесь вы, и с учетом этого понять, какая оптимизация возможна для вас. Потому что понятно, что мы все разные, и мы не можем с вами пользоваться одними и теми же инструментами и приемами, ну, просто потому что у кого-то будет разный уровень доверия, у кого-то будет разный уровень готовности к этим приемам, поэтому хотелось бы понимать их разнообразие и уже использовать тот, который подходит вам лучше. Ну, кроме того, да, прежде чем вот определять вообще какие там дела мы будем делать с вами в процессе подготовки диссертации, какие у нас особенности и так далее, первая особенность, которая у нас у всех точно есть, это то, где вы находитесь. То есть диссертация для некоторых, это, есть такое представление, когда я пишу диссертацию, и вы воображаете у себя в голове вот этот вот толстенький труд, который будет результатом, да, то есть вот в этом смысле, если вы думаете, что диссертация – это вот этот текст, то вы результатник. Если же вы четко понимаете, что помимо этого это еще и процесс, то есть это какой-то путь, то это облегчает немножечко вашу участь, но тем не менее. На этом пути мы все находимся в разных точках. Кто-то только начинает, кто-то там уже пытался и собирается бросить, кто-то там, наоборот, на финише и так далее. Поэтому прежде чем мы с вами рассмотрим то, о чем вообще я собиралась говорить, буквально две минутки соориентируемся с тем, кто где находится, и основная как бы проблема, которая сейчас есть, вот по той теме, относительно которой мы сегодня собрались. То есть я думаю, что раз сегодня пришли люди на этот вебинар, наверняка эта тема тем или иным образом как-то является препятствием, мешает и так далее. Давайте с ней разбираться. Друзья, я, несмотря на то, что сегодня, как раз, такой вебинар, да, он, в общем, недолгий, это же не курс, тем не менее, я очень хочу, чтобы вы прямо сегодня вышли с этого мероприятия с каким-то таким планом действий. Поэтому если у вас под руками где-то есть листочек или ручка, то возьмите, пожалуйста, потому что некоторые такие упражнения я хотела бы, чтобы мы сегодня с вами прямо вместе проделали, да, для того, чтобы вот прямо, раз уж вы время выделили, чтобы у вас уже какой-то результат появился. Не только процесс, не только вы побыли на вебинаре, но и получили результат. Итак, давайте разбираться, что, какое у нас может быть состояние в этом пути по отношению к подготовке к диссертации. Ну, первая ситуация, это когда человек еще только планирует писать диссертацию, есть какие-то вот такие пугалки, которые вызывают определенные сомнения и замедляют этот процесс, то есть он вроде бы как настроен, но вроде бы как нет. Вот я сейчас буду перечислять, какие могут быть ситуации, а вы, пожалуйста, про себя думайте, идентифицируйте, какая у вас ситуация, да, и потом будет яснее, где искать способы решения проблемы, выхода из этой ситуации. Второе, это когда человек уже работает над диссертацией, но проблема состоит в том, что вы это делаете в свободное время, которого мало. То есть вы имеете занятый тест, работаете преподавателем или научным сотрудником, или там, может быть, занимаетесь какими-то другими делами, а какие-то свободные там часы, да, вы занимаетесь диссертацией. И чаще всего получается так, что желание есть, вроде бы готовность есть, все есть, и даже немножечко свободного времени есть, но вы понимаете, что вы плохо продвигаетесь, потому что времени мало. То есть вы себе так говорите, времени мало, поэтому я плохо продвигаюсь. Второй, третий вариант, это когда вы работаете постоянно, то есть вы стараетесь планировать работу, вы уже включены в процесс подготовки и диссертации, но иногда случаются такие моменты, когда ваши планы, как бы они хорошо ни были выстроены, они срываются, и вы это называете непредвиденными обстоятельствами. То есть там, как говорится, шеф срочно попросил что-то сделать, что-то дома случилось, там, может быть, какая-то болезнь или какие-то домашние дела, то есть вот что-то такое, что изначально не входило в ваши планы, оно не позволило двигаться в том темпе, в котором вам хотелось бы, да. И это случается, ну, с какой-то периодичностью. Это вот третий вариант. Четвертый вариант, это ситуация, при которой вы тоже уже пишете диссертацию, но из-за сильной загруженности или из-за непонимания процесса пока еще, да, или еще по каким-то причинам вы работаете рывками. Что это означает? То есть вы то погружаетесь в тему и прямо регулярно, регулярно занимаетесь диссертацией, то вы забрасываете это дело на месяц, два, три, и потом начинаете, что называется, с чистого листа. И несмотря на то, что у вас продвижение есть, вы вроде бы это чувствуете, но какой-то удовлетворенности в этом пути нет, потому что есть четкое понимание, что я очень большое количество времени не занимаюсь, да, и непонятно, а как удриться бы так, чтобы вот этих вот провалов или вот этих выпадений из темы, чтобы вот их не было. И пятая ситуация, которая, ну, понятно, что это не исчерпывающий список, да, но вот я сейчас вас попрошу в комментариях поставить, в чате поставить циферку, которой, как вам кажется, ваша ситуация ближе. Вот пятая ситуация, это когда все благополучно, и вы просто на вебинар пришли, ну, просто так, может, по мне соскучились, может, у вас лишний час времени есть, да, и поэтому вы пришли. Вот если у вас под руками бумага, да, сделайте себе, пожалуйста, вот эту заметку, то есть не только в чат, я сейчас просто хочу понять, каких у нас цифр окажется больше. Друзья, включайтесь, пожалуйста, давайте мы прям пообщаемся. 4, 4, 1, 4, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 1. Пока я вижу, что 4 лидирует, скажем так, да, четвертая ситуация, наиболее такая встречающаяся 3, 4, 5. Отлично, вот у нас есть люди, у которых все прекрасно, но они на вебинаре, это здорово. На 1, 4, 2, 3. Ну, вот смотрите, как раз то, что мы сейчас наблюдаем в чате, это доказательство того, что мы разные, ситуации у всех разные, и поэтому, ну, навряд ли есть такой прям уникальный инструмент, который всем поможет. Поэтому вы про себя сейчас себе зафиксируйте, что вам кажется, что у вас вот такая ситуация, и то, что мы дальше будем рассматривать, я буду акцентировать внимание, что если у вас вот так, то вот этим можно воспользоваться, если вот так, то вот этим, чтобы вы прямо адресно смотрели, что вам может больше сработать и помочь. Хорошо. Когда мы с вами говорим о диссертации, я вообще очень часто призываю посмотреть на эту ситуацию немножечко полегче, попроще. Не в смысле, что это ерунда и написать это легко, вот не в этом смысле, а посмотреть на подготовку к диссертации, ну, немножко нестандартно. Даже в этом смысле развивать какое-то нестандартное мышление, ведь ученые – это кто? Это тот, кто ищет что-то новое, необычное, да, и поэтому я все время предлагаю посмотреть на подготовку к диссертации как на некое приключение, некое путешествие, в которое вы отправляетесь. И на самом деле вот с путешествием здесь очень много аналогий. Почему? Потому что, смотрите, мы сейчас с вами выяснили, что у нас есть какая-то ситуация. Более того, если бы я сейчас задала вопрос, а на какой стадии подготовки к диссертации вы находитесь, вы бы тоже определили, где вы сейчас находитесь. Да, вот если мы представим какую-то карту путешествия, то у вас есть некая точка, в которой вы сейчас находитесь. И вот этот процесс из точки в точку перемещения, да, он на самом деле, вот как ваше путешествие будет восприниматься. Почему? Потому что сейчас мы знаем, где мы, мы четко понимаем, куда нам идти нужно, всегда или не всегда мы понимаем какие-то маршруты, которые возможны. И, кроме того, у нас хорошо бы, если бы у нас было понимание, сколько у нас на это времени. Ну, представьте, давайте попредставляем приятные вещи. Представьте, что мы с вами собираемся в отпуск. И мы хотим, это будет самостоятельное путешествие. То есть мы не туроператора будем привлекать, чтобы он там нас организовал и куда-то там свозил и так далее. Да, у нас есть мечта съездить в определенное место, посетить определенные какие-то знаковые или там притягательные для вас места. И, соответственно, вы знаете, что в отпуск вас отпустят только вот на какой-то промежуток времени. В этом случае нам очень важна такая логистическая структура нашего движения. То есть что сначала, что потом, мы поедем на чем, да, мы поедем с кем и так далее. То есть вот здесь увидите вот эти аналогии, чтобы у вас немножко как-то отпустило, что это вот не так, это страшно, это даже интересно. Готовить диссертацию – это интересно. Что касается путешествия, когда мы говорим про путешествия, мы отмечаем для себя какие-то пункты, куда мы хотим попасть. Хочу в музей, хочу на площадь, хочу еще куда-то. Исходя из этого, мы, например, говорим, я собираюсь загорать, я собираюсь там ходить на экскурсии. То есть мы какие-то какую-то деятельность, да, для себя в путешествии определяем. Вот ровно так же во время подготовки диссертации у нас есть определенные виды деятельности, которые, ну, может, это не так приятно, как загорать, но тем не менее. Соответственно, это тоже многоаспектный, много такой составный процесс, да, когда у нас есть чем заняться. И если ваше путешествие интересное, оно наполнено какими-то событиями, вот так же и диссертационная, процесс подготовки диссертационной работы наполнен разными еще вспомогательными, дополнительными какими-то процессами. Давайте сразу про них проговорим. Я понимаю, что у вас есть у многих представление о том, что это не просто написать текст диссертации, но некоторые думают так. Поэтому, чтобы сразу же вас убедить в этом и показать некую многоаспектность, давайте очень кратенько взглянем на те виды деятельности, которые нужно будет делать во время подготовки к диссертации. Единственное, когда мы едем в путешествия, мы сами для себя определяем. Я поеду просто загорать, я не хочу ни на какие экскурсии, ни на что. То есть у нас больше выбора. Естественно, когда мы готовим диссертацию, мы находимся в более таких рамках, находимся в определенных ограничениях, и там есть виды деятельности, которые обязательны, а есть, которые хотите, ведите, хотите, не ведите. Так вот, те, которые я сейчас хочу озвучить, это те, которые, естественно, обязательны, без которых вы не обойдетесь. Безусловно, на слайде видно работа с литературой, это поиск и обработка, это, собственно говоря, само исследование. В зависимости от вашей науки, это будет разная деятельность, для кого-то нужно оборудование, время, какие-то сложные процессы изучать, для кого-то это может быть просто работа с литературой. Допустим, если вы пишете по истории или философии, или еще что-то. Если это ваше исследование предопределяет, что вам нужно будет как-то обрабатывать результаты, этот процесс тоже нужно учитывать, на него тоже потребуется время. То есть я сейчас перечисляю эти процессы не для того, чтобы их назвать, а для того, чтобы было представление, что на самом деле много нужно успеть сделать. И поэтому нужно четко понимать, как распланировать это время. Безусловно, у нас с вами есть обязательство, которое определяет для нас ВАГ, это иметь публикации. Поэтому мы их готовим. Но коль скоро вы публикации готовите, очень часто это сопряжено не только с публикацией, но и с выступлением на каких-то конференциях или научных мероприятиях. К ним тоже нужно готовиться. И, соответственно, когда вы выбираете, например, буду я на конференции участвовать очно, то есть с выступлением, или я просто напишу статью, в этот момент тоже должны для себя осознавать, что любое выступление потребует от вас дополнительных затрат времени. Ну и, естественно, это работа с текстами, то, что кажется наиболее очевидным, работа с текстом диссертации и работа с текстом автореферата. Понятно, что это тексты разные. Если вам кажется, что это очень похожие вещи, это не так, они пишутся по-разному, и, соответственно, подход к этому будет разный. Но это уже технический момент. То есть вот представляете, сколько у нас разных-разных видов деятельности, и мы как-то должны их вписать, мало того, что в свою жизнь, мы еще должны понять, что все они требуют каких-то временных затрат и распределить, что нам важно, что не важно. Точнее говоря, даже не что важно, что не важно, а что в большем приоритете, а что в меньшем приоритете. Сегодня я хотела бы акцентировать ваше внимание вот еще на каком интересном моменте. Вот если вот эти дела все, они вроде бы как очевидны и понятно, что они есть. И когда мы начинаем подготовку диссертации, то мы их воспринимаем, как будто бы они одинаковые. Ну, то есть чуть ли не через запятую. Мне надо будет подготовить статьи, выступить на конференции, подготовить документы, написать диссертацию и так далее. Но очевидно же, что они не одинаковые. Они разные. И я условно их на сегодня, для сегодняшней нашей встречи, разделила и назвала длинные и короткие дела. То есть, естественно, при планировании чего-то, каково это дело, какая характеристика по длине у этого дела, имеет значение, то есть его продолжительность. Понятно, что короткие дела проще, на них и посмотреть проще, они воспринимаются проще, и сделать их проще, они требуют меньше времени. То есть, довести до результата. Помните, да, вот этот процесс и результат. Мне бы хотелось, чтобы мы вот этот момент сегодня почетче увидели, чтобы вы для себя поймали себя на мысли, я вот к чему стремлюсь, и мне это мешает или мне это помогает. Поэтому по продолжительности мы эти дела можем разделить на длинные и короткие. Ну, например, короткое дело – это написать статью. Длинное дело – это написать автореферат. Еще более длинное дело – это написать диссертацию. Для кого-то, например, проведение исследования – это короткое дело. У вас какое-то простое исследование. А для кого-то даже не текст диссертации будет самым длинным делом, о проведении исследования. Соответственно, в этом смысле мы должны четко чувствовать разницу между этими делами, учитывать ее, когда мы будем говорить о приемах и о планировании. Второй момент или какой-то там следующий момент – это большие или маленькие дела. На некоторые дела даже и смотреть-то страшно. Ведь некоторые не начинают писать диссертацию, даже мысли не допускают или сразу же бросают эту мысль, потому что для них это кажется каким-то совершенно чем-то невозможным, нереальным и просто каким-то ужасным. И поэтому вообще смогу ли я, надо ли… Там и начинаются всякие, вообще говоря, философские вопросы, которые очень быстро находят свой ответ, если вы понимаете, как это делать. Что это не так-то уж и страшно. А некоторые дела, ну, например, вот статью-то я готов написать, а вот диссертацию – это там только для особенных, это там для гениях и так далее и тому подобное. Вот, кстати, поставьте плюс, кто себя ловил на таком ощущении, когда вы соизмеряете большое или маленькое дело, что от этого, даже просто от процесса осознания, что это дело большое, случается торможение. То есть вы не сразу начинаете включаться, потому что просто дело большое. У вас, может быть, и времени свободного полно и так далее. А вот этот страх, что, ой, смогу ли я там вообще, с чего поступиться, с чего начать, да, вот он пугает. Ну, смотрите, у нас либо вы не вступаете в диалог со мной, либо у нас смелых больше, чем несмелых, потому что только три плюса. Поэтому, когда мы с вами в работе над диссертацией определяем, с чего начать, чем можно завершать и так далее, мы должны к приоритетности дел учитывать их размер. То есть вот планирование проводить совместно. Предположим, опять же, если у вас есть большой, вы знаете, что вы, допустим, пишете на работу, я не знаю, по физике или по химии, да, то есть там, где необходимо провести исследование, может быть, его неоднократно провести, чтобы понять, как меняются результаты или не меняются они, да, понять конкретно, что дает такой-то вариант или такой-то вариант. Соответственно, вы понимаете, что это дело мало того, что большое, оно длинное по времени, так его еще и нужно вообще-то начинать, потому что на основе того, что у вас получится, вы и текст будете писать, и статьи, то есть вам нет смысла писать статьи, пока у вас это дело хотя бы не начато, потому что, ну, это будет просто теоретические измышления, да, одну-две вы написали, но вам все равно, напоминаю, мы с вами в прошлом году говорили о публикациях, и в этом году будем говорить о том, что особенно, если мы ведем речь о публикациях в рецензируемых журналах, то там нужно опубликовать результаты научных исследований, это не просто должна быть статья. И поэтому, естественно, здесь вот этот вот, тогда вот это, да, проведение исследования, несмотря на то, что это большое дело, придется начинать с него. Вот этот момент тоже имеет значение. Ну и, естественно, точно так же, как и в путешествии, если вы первый раз отправляетесь в какое-то незнакомое для вас место, вы никогда сами не путешествовали, вам все время там туроператоры, да, вы покупали тур, вас везде сопровождали, там и так далее, да, то, когда вы отправляетесь самостоятельно, немножко страшновато. Так и здесь, когда мы с вами не знаем, куда идти, и не знаем вот эту приоритетность, для меня это трудно или легко, какое-то дело, то, естественно, мы немножечко пугаемся. И для того, чтобы справиться с этой ситуацией, на самом деле ее не так сложно преодолеть. Мы попробуем это сделать прямо сегодня. Что я предлагаю вам сейчас сделать? Вот если у вас перед собой листочки, а если их нет, вы же не в камере, я же вас не вижу, дойдитесь, пожалуйста, до листочка и ручки, и давайте сделаем следующее. Разделите этот листочек на две части, короткие и легкие дела, и вторая длинные и трудные. То есть я сразу хочу вам сказать, что понятно, что это не одно и то же. А не через запятую, короткое и легкое, потому что оно так у нас воспринимается. То есть нам кажется, что то дело, которое требует меньше времени, нам его легче сделать, хотя это не обязательно так. Я сейчас приведу примеры, чтобы вам было попонятнее, и примемся за дело. Хотя бы минутку-полторы поработаем над этой задачей. Смотрите, чем отличаются короткие и длинные дела друг от друга? Во-первых, короткое дело – это то дело, которое вы можете сделать в освободившееся внезапно отрезок времени. Предположим, вы не планировали сегодня работать в диссертации, вдруг у вас отменяется пара, и у вас освобождается полтора часа времени. Но вы в это время находитесь на работе. Возникает вопрос, ну, в смысле, не дома, у вас нет с собой материала. Во-первых, чтобы такой ситуации не было, как минимум, либо флешка, либо облако, либо отправляйте себе на почту, то есть организуйте себе ситуацию, когда вы можете внезапно возникшее время использовать для диссертации. И вот какое-то короткое дело сделать. Что такое короткое дело? Например, это может быть оформление чего-то. Вот вы уже провели исследование, у вас есть цифры, и они у вас просто пока не в таблицах, а просто в файле с расчетами и так далее. Вы можете выгружать эти цифры и можете это оформлять. Или у вас есть какая-то пауза, вы точно так же можете заняться списком литературы. Или у вас есть какая-то пауза, вам нужно было подписать какой-то документ, документов очень много в процессе подготовки, диссертации вам потребуется. Вы можете это время потратить на эту работу. Чем хороши короткие дела? Их легко можно остановить. То есть вы начали это дело, и если вас прервали, вы остановились, это дело не требует большого погружения в него. То есть концентрации, чтобы вас никто не отвлекал. Вот это дело в принципе не требует. Оно такое техническое, механическое дело. Ну и кроме того, с одной стороны оно вроде короткое, но с другой стороны, если вы его сделали, у вас возникает ощущение, что вы делали шаг. То есть оп, и быстро появился результат. Вот у меня не было этих табличек, и они появились. У меня не было списка литературы, у меня просто там в ссылочках эта информация была, и раз у меня список появился, или он у меня был просто набросан, и тот у меня стал он оформлен. Или я что-то там... То есть понятно, да, логика. Теперь вторая ситуация. Если мы говорим о длинных или о трудных делах, это дела, за которые страшно браться. И вот тут нужно сразу для себя понять, что эти дела сложно начинать внепланово. Ну потому что оно и так страшное. Да еще когда у вас полтора часа, например, времени, то понятно, что вы думаете, ой, так ой, нет, так смысл браться, ну это нет, мне надо там пять часов на это, или три часа. Поэтому вот эти дела так быстро, в них не погрузиться, в эти дела. Поэтому имеет смысл для себя четкое вот это разделение составить. И в тот момент, в жизненный момент, когда у вас освобождается время, вы сразу вспоминаете про то, что у меня есть короткие дела, и можете в них включиться. Если же у вас есть большее время, вы можете погружаться в длинное дело. Безусловно, если вас пугает сложность, мы упрощаем на более простые, на более мелкие дела делим, и сразу мы должны с вами четко понимать. Если я как длинное дело воспринимаю, прочитать монографию, это непростая задача, в это нужно погрузиться, это длительный промежуток времени, например. Это, допустим, поработать с текстом диссертации, это тоже, вот я не могу это сделать на коленке. То есть все равно нужно какое-то уединение, погружение, хоть не 10-15 минут времени. То есть мы четко должны понимать, что если я начинаю длинное дело, я результатник, например, я должна четко понимать, что я не получу сразу результат, что это нормально для такого типа дел, это нормально. Поэтому вот мы с вами сейчас, я надеюсь, что пока я вот это говорила, вы уже немножечко себе прикинули какие-то варианты. И я хочу сказать, что вот если бы мы сейчас на ваши листочки взглянули, то оказалось бы, что там разные дела написаны. Напишите, сколько вы успели дел разбросать по этим двум колоночкам в чате. Отлично. Надежда Валерьевна, Ольга Викторовна, 4. Еще, 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 друзья, включайтесь. Вот эти вот листочки, да, я просто вас сильно дергать не хочу, потому что для меня ценнее будет, если вы не в чате это сделаете, а все-таки, чтобы мы вот сейчас время потратили в плюс для вас, да, и чтобы вот эту вот работу вы проделали. И опять же, да, не считайте, что это пустая работа. Я вас уверяю, это вам очень сильно поможет, как только вы начнете это применять. Эти листочки у нас будут разные, потому что у нас разные ощущения, сложности или простоты дела. Сейчас я приведу очень простой пример. У меня есть девушка одна, которую я консультирую по подготовке диссертации, и у нее есть такое представление о том, что хорошую, качественную статью надо писать долго. И когда мы с ней определяем, сколько времени ей потребуется, и мы каждую неделю встречаемся, и, соответственно, определяем объем работы на неделю. Запланировали, мне человек выслал результат, и там результат очень существенный за неделю. Но я не могу сказать, что статья готова, но почти, то есть человек очень много сделал. И мы встречаемся, я говорю, вам осталось доделать вот там вот это, это и вот это, и при этом человек имеет и время, и понимание, и все, но у него есть четкое представление, что раз статью надо делать долго, то нет, еще неделю и еще следующую неделю нужно работать над этой статьей. Вот про эти ощущения я имею в виду. Вот увидьте это у себя, есть у вас что-то подобное или нет, не удлиняете ли вы время осуществления каких-то дел, потому что у вас просто есть какая-то установка. Вам кто-то сказал когда-то, что диссертацию за год написать нельзя, вы что там, диссертацию надо писать 10 лет, или какое-то стоящее исследование не делается быстро, или там публикация в скопус пишется там полгода. Я не знаю, да, у каждого своя какая-то, вот у кого-то вспомнилась наверняка сейчас какая-то фраза, которая, может, набор фраз, которые вам когда-то попали в голову, и они вас замедляют просто самим фактом наличия в вашем голове. Ольга Викторовна увидела трудные дела и поняла, как их разбить на легкие и короткие. Отлично! Отлично! Вот, понимаете, вот даже просто, вот вы никогда об этом не задумывали, что какие-то короткие и длинные дела есть, а сейчас вы их для себя разделили, и вы сразу же поняли, что, а ну вот это же я могу делать, с этим-то мне посмелее, начну-ка я вот с этого, да? И или вы понимаете, как преобразовать одно в другое. Поэтому сделайте это, пожалуйста. Не привлекаю вас сейчас к активности в чате, потому что, может быть, вы как раз делаете это на своем листе. Соответственно, у вас будет вот какой-то такой перечень дел. Можно сделать это не сейчас, но я почему вас прошу сделать сейчас, опять же, чтобы вы сэкономили время. Вы же сейчас выделили час времени на то, чтобы мы встретились, ну и давайте сразу же это и сделаем. Поэтому, если вы в процессе, вы можете продолжать, но я, тем не менее, буду продвигаться дальше. Если нет, то возьмите это себе в качестве домашнего задания и после вебинара, может быть, кто-то сейчас не может включиться, да, полноценно в это дело. Это очень полезная штука. Когда вы понимаете, что есть короткие и длинные дела и что для вас они вот такие, у вас есть некий такой списочек, тогда мы с вами можем понять, а сколько времени у меня уходит на ту или иную деятельность. И здесь нам помощь очень большую помогает, может оказать, тайм-менеджмент. И такой процесс, который называется хорнометраж. Здесь мне очень понравилась та ассоциация, которую привела на своем вебинаре Таня. Сегодня она с нами. Таня, тебе спасибо за этот вебинар. И если у вас, друзья, есть необходимость посмотреть какие-то приемы именно из тайм-менеджмента, я вам этот вебинар рекомендую. Речь шла о том, что давайте воспринимать время как некий чек, то есть хорнометраж, как некий чек из магазина времени. То есть у нас есть с вами время. И мы, соответственно, его на что-то тратим. На что-то тратим. Так же, как у нас есть деньги, как ресурсы, мы его на что-то тратим. Точно так же со временем. Так неплохо было бы знать, как по финансовой грамотности, на что вы больше всего расходуете? На продукты, на ресторан, на одежду и так далее. Так и здесь. А на что у вас больше всего уходит время? На то, на другое, на третье. Кто-то, может быть, сразу сходу даст ответ на этот вопрос, а кто-то даже не задавался этим вопросом. Поэтому очень полезная практика это провести хронометраж. Естественно, хронометраж, ну, не совсем тот, который предлагается в тайм-менеджменте. Там все-таки очень так все обстоятельно. Да нам так настолько детально нам не надо. И вот если вы ту специфику хотите послушать, то опять же я вас к этому вебинару с удовольствием отправляю. А если нам нужно понять нашу специфику, то смотрите, если мы вот эти пять правил хронометража накладываем на нашу научную деятельность, что мы имеем? Нам нужно зафиксировать, на какую деятельность сколько времени мы тратим. Куда-то это себе записать. Кроме того, не рвать на себе волосы. Сразу же, как только вы поняли, что, о, боже, я там занимаюсь вот этим так долго или так мало, или там еще как-то. Если в правилах нам говорят о том, что ну не меньше пяти дней надо за собой следить, я вам сейчас предложу другой подход. Не надо днями за собой следить, нужно за собой, нужно контролировать время, ну уж контролировать это тоже перебор, заметить хотя бы время в зависимости от того вида деятельности, которое вы осуществляете. Ну и естественно, как в любом деле, которое вы осуществляете, нужно себя похвалить. Похвалить даже за то, что вы в принципе озаботились вопросом, узнать, а сколько я правда пишу статью. Вот правда, вот если я в чаты не заглядываю, если я на почту не отвечаю, если я там параллельно не делаю еще 189 дел, то сколько я потрачу на это время. И поэтому в этом смысле, с точки зрения научной деятельности, я предлагаю сделать не хронометраж, а так скажем более мягкий вариант, мониторинг. То есть просто обратить внимание на то, как вы занимаетесь какими-то делами. Если нужно будет, то сделайте, пожалуйста, скрин экраном, для того, чтобы потом этой табличкой воспользоваться. Можете себе сами такую табличку составить, включить те дела, которые для вас кажутся. Вот умнички, вы продолжаете писать дела, и в чат мне писать, сколько видов дел вы распределили. Когда вы, например, вы садитесь, то есть не надо вот себе говорить, так, с сегодняшнего дня я буду делать хронометраж, вот не надо так себя пугать. Попроще, мы же в путешествии, у нас приключения, немножко добавьте релакса, удовольствия в это действие. Вот вы садитесь, например, читать статью, и вы просто обращаете внимание, раньше вы не обращали внимания на это, а тут вы возьмите и обратите внимание, сколько времени вы потратите на чтение статьи. Естественно, с учетом объема, да, я читаю там три страницы или там еще что-то. Кроме того, напишите себе комментарий. Комментарий какого плана? Дело все в том, что скорость вашей работы и ее эффективность, то есть насколько вы грамотно ее обработаете, например, эту статью, зависит от вашей погруженности в вашу собственную тему и от ваших умений. То есть технику вы понимаете, что такое обработать статью, например, если вы знаете, как это делать, то у вас, конечно, это получится быстрее. Если вы просто прочитаете ее, то это, в общем, не самый лучший вариант. Ольга Ивановна просто чемпион, 14 дел расписала, отлично. Смотрите, обратите внимание, я в этой табличке разнесла две вещи, казалось бы, одинаковые, чтение статьи и чтение монографии. Друзья, это вообще не одно и то же, вот совсем не одно и то же. И вы это поймете, как только вы начнете мониторить время. Вы поймете, что вы статью читаете быстрее, среднестатистическую статью вашу, научную по вашей теме, чем монографию. Не потому, что монография длинная, а статья короткая, и поэтому тоже, но потому, что монография чаще всего написана сложнее. Иногда мы в монографии возвращаемся от раздела к разделу, поэтому вы себе пишите комментарии относительно того, использовали вы какие-то технологии при этом или нет, насколько вы были погружены в тему, когда вы проводили этот мониторинг. Понятно, что если вам только сегодня дали тему, условно говоря, диссертации, и вы только начинаете вникать, или, допустим, вы первый раз в жизни пишете статью, ясное дело, вы будете писать долго. Но это совершенно не означает, что все статьи в жизни вы будете писать так долго. То есть вы себе делаете комментарий, «Первая моя статья» или «Первая то-то», и тогда вы будете понимать, зачем нам это надо. Это очень важно для того, чтобы осуществлять планирование, потому что когда люди говорят, «Я планирую деятельность», а как вы планируете? Вы просто написали, что вы сегодня, завтра, послезавтра занимаетесь подготовкой статьи, или вы работаете на диссертации? Это не планы. Мы же должны измерить, а еще есть статьи на другом языке. Точно, Мария Ивановна, а есть еще статьи на другом языке. Соответственно, мы комментарии делаем. А еще очень важный комментарий. Есть ситуация, что я, например, читаю, мы же как иногда бывает, нам все некогда, некогда, раз мы заболели, и мы решаем в это время, ну как это я буду болеть, ничего не делать, надо обязательно что-то почитать, например, в это время по диссертации. «Естественно, я буду это делать медленно», или меня расстроили, да, то есть ваше состояние тоже влияет. Поэтому вот этот комментарий пишите, и тогда при планировании вы сможете понять, допустим, когда я спрашиваю у тех, кого я консультирую, мы определяем объем, например, на неделю, да, я сразу спрашиваю, у вас какой объем работы будет, сколько у вас свободного времени, я уже про каждого человека представляю, какой у него уровень затрат времени, исходя из этого мы планируем. Поэтому вот это очень важно для того, чтобы есть диссертации на другом языке, да, и пишутся диссертации на другом языке, или сдаются в таких советах, где вам еще требования надо понять, да, не самостоятельно присуждающие ученые степени. То есть на самом деле, вот я просто хочу сказать, что вот эта табличка, это некий пример того, как вам, вот представьте, если, например, Ольга Ивановна написала 14 дел, значит, она вот здесь там 14 вариантов или больше даже сделает. Более того, например, проведение исследования, я в скобочках вам написала, отдельные этапы, но это же очевидно, что вы не будете засекать все свое исследование, потому что это вы уже его проведете. Вы какие-то этапы будете, вот для этого мне нужно столько-то времени, например, какой-то технологический процесс происходит вот в такой продолжительности времени. Вы не можете его сократить. И вот такие вещи можно, конечно, для себя учесть. Когда мы понимаем, сколько я трачу времени сейчас, если когда хронометраж проводится для, ну, я не знаю, предприятия, например, да, там важны чуть ли не минуты, нас устраивает примерное понимание того. Вот раньше не было понимания, сейчас уже есть понимание, это классно. Поэтому мы задаемся вопросом, могу ли я вообще делать быстрее и эффективнее? Что этот вопрос означает? То есть понимаю ли я, как это делать? Есть ли у меня навык на это? И к этому нас, в этот момент мы приходим к тому, что здесь нам может помочь система тайм-менеджмента, которая на самом деле не так примитивна, как многие ее воспринимают. И здесь я бы вот такую, некий, как знаете, как слоеный пирог, да, тут вот есть несколько слоев. У некоторых людей все прекрасно с планированием, они все знают, как им делать, они все это умеют, проходили, например, докторант, да. Вот человек уже проходил этот путь, он все прекрасно понимает. Но у него проблема не с планированием, а у него проблема вот на этом самом верхнем уровне. У него нет понимания, для чего. Он все время, он начинает делать и возвращается к вопросу, Господи, для чего мне эта докторская диссертация? Ведь у меня уже вот это есть, я уже то-то и так далее. Есть у нас такие, друзья, если кто себя узнал, поставьте, пожалуйста, там, да, например, да, в чат, для того, чтобы я поняла. То есть все есть, но мы начинаем сомневаться по фундаментальным вещам, надо мне это или не надо. Вообще, там, для чего конкретно, что мне это даст, вот, там, для жизни, или, там, стоит ли это, там, справлюсь ли я. То есть вот такие вопросы, которые к процессу отношения не имеют. Это более такие вопросы фундаментальные. У некоторых застревание происходит на другом уровне, да, это стратегия. То есть вроде бы все, я решила диссертацию, я точно пишу, но я запуталась, я не знаю куда. Да, отдельно технологии я знаю, а куда мне кинуть свое время, направить его, да, я затрудняюсь, я не понимаю вот эту этапность этого процесса. Что даст, понятно, но имели я право претендовать синдром самозванца. Ой, Анастасия Геннадьевна, вы просто, вот, я не знаю, это очень популярная штука, когда человек думает, что, ну, диссертация, это же, вот, ну, просто только для гениев. Я сама точно так же рассуждала, когда писала кандидатскую диссертацию. Я писала очень долго и очень сложно. Именно потому что, что бы я ни предпринимала, я все время возвращалась к вопросу, Наташа, как тебе пришло в голову писать диссертацию? Это же только для гениев, это только особенные люди могут это сделать. И вот этот вопрос меня все время останавливал, потому что пока я на него отвечу, да, и так далее, потому что это долго все, это же самокопание. Поэтому узнайте у всех, вот, сейчас для себя, я не случайно комментирую, для того, чтобы вы для себя еще одну галочку поставили, где у вас возникает проблема. То ли вы технологии не понимаете, то есть с помощью чего вам решить эту задачу, то ли вы не знаете, как ее эффективно делать, с точки зрения науки, научной деятельности. Вот этот первый слой вопросов, он чаще всего касается именно защиты. Надо ли мне защищать диссертацию? И второй момент, как это будет согласовываться с моей жизнью, как моя жизнь изменится, входит ли это в мои ценности и так далее. Вот если вы застреваете на этом вопросе, можете, естественно, не писать это в чат, это там личные вещи, но вы себе это отметьте, чтобы как только вы в очередной раз вернулись к этому вопросу, вы себя как будто за руку поймали. А, опять вернулась вот эта у меня синдром самозванца или вот этот вопрос, который меня останавливает. Я же ведь сейчас остановилась, я же не делаю, а дайте-ка я выброшу этот вопрос из головы. Второй момент, если вы не знаете, куда вам идти, то есть вы не знаете процессы, вы не знаете, что зачем следует, этапы, у вас нет алгоритма, как достигать того или иного, как писать статью, как её, там, не знаю, отправлять, например, как работать с текстом или ещё что-то. То есть вы не знаете, как организовать вот этот процесс, куда вы движетесь, для чего вы это делаете, как ваша диссертация вписана в вашу работу, в вашу жизнь. Потому что для многих, вот к вопросу о философии, для многих диссертация становится превыше жизни. И люди не общаются с друзьями, они там закрываются и вот сидят там, я не знаю, занимаются только этим. Другие говорят, нет, я так не могу, мне надо научиться вписывать диссертацию в мою жизнь, я же параллельно в это время живу, у меня растут дети, у меня там рядом родители и так далее, да, у меня работа, там, карьера или у кого что. И поэтому вот здесь тоже надо чётко понимать, то есть что важно, что второстепенно и куда я движусь в связи с тем, что я пишу диссертацию. Технологии. Как, с помощью чего, какие есть способы для того, чтобы осуществить какую-то деятельность. Например, вот как раз тот пример с возникшим временем. Вот у вас время возникло, и некоторые не будут использовать, сядут в телефон и будут сидеть в чатах, в каких-то соцсетях, потому что они не могут быстро настроиться, не знают, как быстро настроиться. Если вы за собой это замечаете, что у вас часто освобождаются небольшие промежутки времени, которые можно было бы использовать, но вы их не используете на пользу диссертации, посмотрите приёмы, как вам удаётся быстро настроиться на работу, развейте в себе этот навык. Есть масса приёмов. Все, что называют, сегодня говорить не будем, о некоторых поговорим. Второй момент. Вообще диссертация — это мы их знаем, по сути. Вы и так, и вы в исследовании должны искать нестандартность, какой-то новый взгляд продемонстрировать. Так и здесь. Как я смогу как-то иначе поработать, сделать вот это вот дело? Например, понятно, что некоторые вещи надо записывать, допустим, или сразу фиксировать на компьютере, или, допустим, с цифрами вы не можете работать. Но ведь можно, допустим, те же публикации брать с собой. И где-то элементарно, прям вот как я это любила делать в процессе подготовки диссертации. Я привезла ребёнка на секцию, у меня есть 40 минут, нет смысла куда-то ехать, дольше будешь едеть. И в эти 40 минут запланировано, что я там буду сидеть и читать вот это, или наговаривать себе какие-то идеи, или ещё что-то. То есть подумайте, какие-то нестандартные подходы, которые вам могут чисто технологически помочь. Ну и, естественно, есть определённые, известные, стандартные приёмы, эффективные работы. Эффективные работы с литературой, подготовка, как подготовить более эффективно публикацию, как поработать с диссертацией, как её писать и так далее. То есть вот эти вот все моменты, если вы чувствуете, то есть сейчас задача, пока вот мы сейчас с вами вместе, у вас понять, на каком этапе у вас проседает, сделать себе вот эту отметочку. Соответственно, по поводу как. Как правильно, как быстрее, как там результативнее и так далее. Этот вопрос только четвёртый на очереди. В чём наша частая ошибка бывает? Что мы, не разобравшись с первым, вторым и третьим, сразу бежим на оптимизацию, на повышение эффективности, на поиск каких-то резервов. Но это не сработает, если у вас что-то предыдущее, если вы не понимаете, куда вы идёте, какая разница, как вы идёте. Вы идёте в другом направлении, например, или без учёта каких-то особенностей. Поэтому, так, Татьяна нам тут что-то пишет про хранометраж. Друзья, это вы прочитали. Так, для настройки открываю скокус. Ага. Ну вот, то есть Татьяна делится своими какими-то советами. Вы тоже можете поделиться тем, что вы используете. Смотрите, Анастасия Геннадьевна, диктофон вообще любимый инструмент. Да-да-да, вообще замечательно. То есть, смотрите, наша задача понять, в чём у меня, вот что мне мешает, и найти какой-то вариант воздействия на эту проблему. Если вы сами затрудняетесь, как, что решить на этом этапе, то, естественно, нужно разбираться с этими вопросами для облегчения ситуации. Поэтому, если вы не хотите это делать самостоятельно, я вас приглашаю на свой курс. Татьяна вначале сказала, что я автор курса технологии подготовки успешной диссертации. И если вы хотите разобраться, что и как, с удовольствием вас приглашаю в ноябре провести месяц времени со мной. Два раза в неделю будем встречаться. Я вам расскажу всё подробно, разложу по полочкам. У нас будет с вами 8 тем, по которым мы с вами от А до Я вообще всё рассмотрим. Технологии, приёмы и так далее и тому подобное. Всё станет вам известно. На курсе я не даю советы из серии «Делайте так», а вот по-другому не делайте. Я рассказываю варианты. Можно вот так, можно вот так, можно вот так. А вы выбирайте под себя, потому что, естественно, мы все разные, нам по-разному что-то даётся или не даётся. Поэтому, конечно, здесь нужно вот это различие учитывать. Я не буду зачитывать темы, я просто пролисну ещё один слайд, чтобы вы посмотрели ещё какие темы. То есть, действительно, мы прям от и до и про публикации говорим, и про коммуникации, как их выстраивать, и с научным руководителем, и с диссоветом, и как автореферат написать, и как в защите подготовиться. То есть, всё-всё-всё-всё, что нужно аспиранту, мы делаем. На последние курсы, это не первый запуск курса далеко, да, и в последнее время приходят аспиранты, которых направляют научные руководители, потому что понимают, что подготовленные аспиранты – это прекрасно, с ним легко работать, и с ним действительно можно говорить о новизне, да, уже, потому что не надо никакие технические вопросы обсуждать, ему всё понятно. Поэтому, если есть сложности, приходите. Татьяна в чат сбросила ссылку на этот курс, поэтому можете посмотреть, там огромное количество отзывов, почитайте отзывы. Для докторантов курс будет полезен? Да, будет полезен, потому что я делаю различия между кандидатской и докторской диссертацией, и среди участников каждого потока почти 30% – это докторанты, что для меня особенно ценно, потому что, ну, казалось бы, люди уже всё знают, путь проходили и так далее. Посмотрите, почитайте отзывы, почитайте, там отзывы докторантов тоже есть, поэтому курс, безусловно, будет полезен. Что касается неочевидных вещей, научной хронофаги, когда человек вообще никогда в жизни не задумывался, что это вообще-то хронофаг. Давайте я вас здесь чуть-чуть тоже проведу для того, чтобы уберечь вас от этих страшных фагов. Значит, вообще, в принципе, в таком обычном бытовом восприятии для нас это там люди или объекты, или какие-то дела, которые отвлекают нас от основной деятельности. И поэтому в этом смысле мы можем говорить о том, что они есть какие-то вот такие обычные бытовые, а есть научные. Вот если с обычными, то всё понятно. Обычные – это там элементарно вас отвлекает какой-то человек всё время дома или на работе, вы не можете там в свободное время заняться тем, что вы себе запланировали. Или у вас открыто миллион окон, и вы на них постоянно отвлекаетесь, или у вас рядом телефоны, там булькают уведомления о сообщениях, и вы всё время на это отвлекаетесь. То есть вот это нечто, что выбивает из вас, это желание сходить попить и т.д. и т.п. То есть это всё понятно, я даже об этом говорить не буду. Понятно, что эти хронофаги надо закрыть, убрать, предупредить о том, что вы работаете, закрыть дверь, например, дома и попросить, чтобы вас на какое-то время оставили домашние в покое и так далее. Но вот научные хронофаги – это дело не очень очевидное. Это такие дела, которые вообще связаны с научной деятельностью, но они вас отвлекают от вашего главного пути, от вашей цели. И вам-то кажется, что вы вообще-то делаете, вы вообще весь в делах, и вы в делах научных. Но при этом у вас продвижения по диссертации нет вообще. Конкретный пример таких хронофагов – это публикации, когда их становится много, когда их становится слишком много, или когда вы начинаете заниматься бесконечным поиском литературы. Я очень часто такое встречаю, когда человек пишет, пишет текст. И потом он говорит, ой, нет, знаете, надо ещё посмотреть литературу. Или у него наступает отпуск, он говорит, я поеду ещё раз в библиотеку, ещё раз подниму всю литературу, вдруг там опубликовалось что-то новое. Друзья, новое будет публиковаться каждый божий день. Не стоит задача прочитать всё изданное на свете по вашей теме. Не стоит задача написать 50 статей для кандидатской диссертации. Если вы бесконечно пытаетесь вместо того, чтобы начать писать диссертацию, писать публикации, находить повод для того, чтобы писать публикации, обратите внимание на то, что вы убегаете, это самый настоящий хорнофакт. И многие, когда я об этом говорю, что вам уже достаточно публикации, не надо писать уже публикации, у вас даже выше, чем любой регламент. И человек говорит, и когда я начинаю прям вслух говорить о том, что ну вы же от текста убегаете, вы это замечаете, человек говорит, я только сейчас понял, что мне так страшно подступиться к тексту диссертации, что я себе придумываю очередную конференцию, очередную публикацию и так далее, а на самом деле я просто убегаю, я отвлекаюсь на это. И точно так же с поиском и чтением бесконечной литературы, и точно так же, когда мы говорим, а мне для работы надо написать там публикацию или ещё что-то сделать. Старайтесь соединять, старайтесь делать два в одном. В прошлом году у нас с вами был вебинар по этому поводу, я сейчас не буду на этом останавливаться. Поэтому как только вы за собой замечаете что-то подобное, вот попытка что-то сделать из этой серии, спросите себя, да, постарайтесь увидеть, это правда вам нужно или вот это побег. Иногда эти хронофаги, они нам почему нравятся научные хронофаги, потому что это же, я же не в чате сижу, вы говорите себе, я же научную статью пишу, я же там книжку очередную читаю, во-первых. А во-вторых, у вас возникают такие думы, что вы молодец, вы написали ещё целую одну статью ещё, вы там прочитали ещё три монографии, например, да, и у вас есть какое-то ощущение, что это вас, ну, как бы это вас мотивирует, что у вас есть результат какой-то, да. Но тем не менее, это результат не тот, к которому вы стремитесь. Я не говорю сейчас о том, что не надо читать монографию. Надо, надо читать монографию. Но не надо этим отвлекаться от главного. Вот у вас есть этап работы с литературой? Вы поработали? Начинайте писать текст. Когда к ней нужно будет вернуться, вы вернётесь. Но может быть, это когда оно и не случится. Может быть, ту литературу, которую вы уже освоили, то погружение в тему, которая состоялась, этого будет достаточно. Поэтому, чтобы не находиться вот в этом заблуждении, что вы заняты, у вас нет времени, вы заняты, вы всё время пишите статьи, вы всё время читаете литературу, осознайте, что вы находитесь, да, вас захватил вот этот научный хронофак. И задайте себе вопрос, когда я этим делом занимаюсь, я случайно не убегаю от того, чтобы пойти и заняться непосредственно диссертацией или провести исследование. Я, может быть, просто боюсь, и поэтому я убегаю. Это очень полезный вопрос, особенно когда вы уже в пути давно. Потому что у меня у самой была такая ситуация, когда я писала кандидатскую диссертацию, когда вебинар был по публикациям, я этот пример рассказывала. Я работала в институте долгое время, естественно, публиковалась просто как преподаватель. И когда я начала писать кандидатскую диссертацию, мне было жутко страшно приблизиться к тексту. Я всё погружалась и погружалась в эту тему. Я всё читала и читала и читала, и на фоне изучения какой-то литературы у меня появлялись публикации. В какой-то момент я их и писала, и писала, и я себя хвалила, что я такая молодец, что у меня так много публикаций, что я так хорошо продвигаюсь в диссертацию. У меня не было ни единой страницы диссертации. И в какой-то момент времени меня пригласил к себе проректор по научной работе и задал мне вопрос. Наталья Мадостановна, вы вообще диссертацию собираетесь писать? Мы вообще-то от вас ждём диссертации, а вы нас забрасываете публикациями. Это прекрасно, но вы не сможете эти публикации собрать в кучу, у вас не получится диссертация. Нужно писать текст. И для меня это было откровение. И он мне сказал, а вы или не убегаете, вам, наверное, страшно. И я осознала, что да, действительно, я убегаю. Я прекратила писать публикации, и я начала работать с текстом через страх, через какие-то преодоления и так далее. Но это случилось. Поэтому, но если рядом с вами нет такого более мудрого научного товарища, который может вас вот так вот вытащить из этого хронофага научного, вы сами себе задавайте этот вопрос. Это очень, знаете, пробуждает вас, что вообще-то уже можно заняться и другим. Ну и, наконец, еще один важный момент, да, что важнее, и вообще есть ли возможность оптимизации научной деятельности. Когда на курсе приходят участники и начинают говорить, ну, Наталья Модестовна, это же упрощение, это же там получится некачественно и так далее. Друзья, я акцентирую ваше внимание на то, что вы можете пересмотреть все наши вебинары. Ни разу ни на одном вебинаре я не говорила о том, что, а их уже достаточно много, можете посмотреть на канале, на YouTube-канале у Директ Академии, да, я ни разу не говорила о том, что там оптимизировать, это значит упростить, это надо у кого-то списать, или что-то не доделать, или еще что-то. Я говорила о том, что можно искать возможности оптимизации для того, чтобы написать качественную работу, но быстрее. Почему я не противопоставляю, очень часто встречаюсь именно с противопоставлением, что вот если результат важен, то тогда процесс не важен. А я всем своим абсолютно говорю, друзья, получите удовольствие от процесса подготовки к диссертации. Это же так же, как путешествие, так же, как ребенок, да, но у вас же не будет 10 диссертаций. Вы не представляете, как это классно, как это интересно этим заниматься. И это такой, ну, необычный процесс, он, кстати, такой очень, не просто на результат, вот вы не просто диплом получите. Вообще-то я все время сравниваю процесс подготовки к диссертациям с тренингом. Это такой тренинг по саморазвитию. У вас очень много компетенций сформируется за время подготовки к диссертации. То есть это путь не только ради результата, это путь и ради процесса тоже. Поэтому вот я не советую вам противопоставлять. И точно так же не советую вам противопоставлять скорость и качество. Мы все разные. Кто-то может быстро написать качественно, кто-то может долго днями и ночами, годами сидеть, и он не напишет, не допишет, и не то что качественно, в принципе, не напишет. Поэтому как только у вас, вот вас сюда, в эту сторону, в сторону задать себе такие вопросы, отводит от пути, сразу возвращаетесь. Вспоминайте наш вебинар, говорите, о, никуда. Лучше энергию направить на другое. Соответственно, что значит оптимизировать правильно, чтобы ваше качество работы не пострадало? Сейчас некачественную работу нет смысла писать, вы не пройдете просто защиту, не пройдете все эти процедуры. Поэтому, чтобы оптимизировать без потери качества, мы придерживаемся двух очень важных шагов. То есть сначала вы отвечаете для себя на вопросы по вашей философии, стратегии, процессам, и только потом занимаетесь оптимизацией. И оптимизируем мы только те процессы, которые мы уже знаем. Вот, например, смотрите, ребенок дома учится готовить, допустим, да, вы ему объясняете, как готовить. Вы это делаете в 10 раз быстрее, потому что вы можете делать что-то одновременно, вы можете там, я не знаю, делать что-то одной рукой. Ребенок этого сделать не может. Мы же считаем это нормальным, но точно так же и здесь. Вы сначала процесс изучите, освоите его, и только потом оптимизируйте. Тогда качество не потеряется. Если процесс непонятен, и вы сразу же включаетесь в оптимизацию, конечно, качество пострадает. Соответственно, вот и новый алгоритм. Раз, два, три, что мы делаем? Опять же, делаем скрин, если вам эта схема понадобится. Сначала прямо пропишите. Я вам прямо рекомендую это прописать. Что мне нужно получить? Что это означает? Пишите то, что вам нужно иметь на выходе. Диссертация столько-то страниц, столько-то публикаций таких-то, автореферат такой-то, документ. Что? Вот прямо напишите. Раз, два, три, четыре. Можете прямо сейчас это делать, пока я буду комментировать. Опять, чтобы вы прямо подготовлены и вышли уже к решению ваших вопросов с вебинара. Второй момент. Мы сегодня про процессы говорили. Да, у вас будет сопоставление. Вот это я таким образом достигаю, в рамках этого процесса, это в рамках этого и так далее. Какие процессы? И задайте себе вопросы. Я понимаю этот процесс. Я до конца знаю, как он организован. Я недавно вела для одной очень серьезной организации вебинары и там столкнулась с таким вопросом, что исследователи, очень грамотные исследователи, все не совсем верно представляют процесс подготовки публикации сейчас, как вот он сейчас реализован. Потому что то, что было раньше, много лет назад, не все работает сейчас. И сейчас есть более какие-то подходы такие продвинутые для того, чтобы какие-то шаги не повторять и так далее. Поэтому вот знаете ли вы процессы, что делать внутри этого процесса. И только потом ищем, как этот процесс можно оптимизировать. Какими приемами мы пользуемся для оптимизации? Во-первых, естественно, мы используем планирование. Если вы себя не ограничили во времени, вы не знаете, сколько времени, опять же, почему ко мне на консультацию люди приходят и потом говорят какие-то там волшебные отзывы. Не потому что я такая волшебная, а потому что я организую ваше движение по определенному графику. И, соответственно, я выставляю рамки и задания, рамки и задания. И мы движемся вот таким вот образом. Поэтому, когда вы выставляете рамки, но, сразу хочу сказать, не выставляйте такие рамки, которые не дикие. Допускайте, что это может быть плюс-минус там немножко. Почему? Потому что все-таки подготовка диссертации это процесс творческий. Если вы себя загоните в жесткие рамки, вы как бы потеряете вот эту, ну, какую-то творческую составляющую. Без нее очень трудно писать диссертацию, проводить исследование. Второй момент. Конечно, определяйте дедлайны. Дедлайны хотя бы для себя. Либо просите научного руководителя, чтобы научный руководитель вам прям говорите, к какому времени мне вот это принести, сдать, делать и так далее. Совместно определяйте вот этот момент. Он будет вас продвигать. Кроме того, естественно, вот сегодня мы с вами говорили об определенных делах, об их размере, об их важности, неважности. То есть короткое – это длинное дело. Когда я его могу делать? Вот для себя выпишите, во-первых, приоритетность, что первично, что вторично. Вы тоже на каком-то из вебинаров об этом говорили. Это как вопросы о курице. Что там, курица или яйцо сначала появилось. Сначала диссертацию мне писать, или сначала мне там публикации готовить. То есть ответ будет разный в зависимости от того, какая диссертация, в зависимости от того, какая у вас наука. То есть нет вот единственно правильного ответа. Поэтому уделите время для того, чтобы определить вот эту приоритетность, о которой сегодня шла речь. Кроме того, мы с вами разные во всех смыслах. И в том смысле, что мы с вами по-разному, у нас разные этапы бодрствования, сна, какое-то ощущение готовности, много работать или мало. Некоторые люди готовы просто за короткий промежуток времени осуществлять огромный объем работы. То, что называется, аврал вот этот вот сделать. Но зато они, например, не умеют так работать постоянно. То есть аврал сделали, потом есть что-нибудь делать. Это не всегда хорошо. Но если вы такой, ну, учитывайте это, хотя бы так, да, учитываем вот эти особенности научных дел, короткие и длинные, при планировании. И оптимизируем. Имейте всегда с собой материал на какое-то короткое дело. Где-то вы стоите в пробке или кого-то ждете, или образовалась какая-то пауза, или что-то отменилось. Раз, и вы это короткое дело включили. Для длинных дел все подготавливаем дома, для того, чтобы у вас было, ну, или там на том месте, где вы работаете с диссертацией, чтобы у вас включение в дело происходило максимально легко. Если вы чего-то боитесь, используем приемы из тайм-менеджмента, да, есть такое упражнение про слома. Если вы какое-то дело воспринимаете очень страшно большим и боитесь к нему подступиться, находите возможность разделить это дело на части, на короткие, на какие-то кажущиеся вам доступными и так далее. Поэтому это тоже прием работающий. И вот кто сегодня написал, что в процессе сегодняшнего наше взаимодетие увидели, как большое дело разделить на маленькие, это просто супер отлично. Еще один момент. Значит, если вы только начинаете, понятно, что если вы бывалый исследователь, тем более пишите, например, докторскую диссертацию, вы уже проходили этот путь, и вам уже не так сложно и начинать и так далее, то вы, конечно, работаете так, как у вас получается, к чему вы готовы. Но если вы только на старте, и вам сложно начинать с больших дел, вам страшно что-то делать, делайте короткие, легкие дела. Почему? Потому что это простой шаг, потому что у вас есть сразу какой-то результат, и у вас есть ощущение, что я молодец. А это очень важно на этапе длинных, вообще проекта длинный. То есть просто себя заставлять, просто какая-то самомотивация, она не сработает на таком длинном промежутке времени. Надо еще применять известные вам технологии. И вот эта технология, опять же, тайм-менеджмента про сыр, выедаем маленькие, делаем маленькие какие-то дела, она тоже абсолютно работающая. Еще один прием из тайм-менеджмента, тоже наверняка слышали его, смешливушку, когда мы начинаем что-то делать без особого вдохновения и делаем сложные задачи, какие-то важные или пугающие нас вначале. А потом уже делаем что-то более простое. Смотрите, что для вас работает. Может быть, вы к этому пока не готовы. Но ожидать вдохновения, так можно. Писать диссертацию, но это однозначно путь более длинный. Если вы к нему готовы, ну, пожалуйста. Но я бы не советовала отталкиваться только от периодов, когда у вас это вдохновение есть. С одной стороны, можно научиться его создавать, но с другой стороны, можно научиться и без вдохновения двигаться. Естественно, любые техники и приемы, которые вы знаете, опять же, из того же тайм-менеджмента или какие-то другие работающие чисто для вас, бытовые приемы, пожалуйста, используйте для того, чтобы оптимизировать процесс. Опять же, какие такие свои приемы я могу использовать, да те, которые вы сами себе придумали. Например, у меня было два приема, которые очень оптимизировали процесс. Один прием возник по независимым от меня обстоятельствам. У меня началась в процессе подготовки докторской диссертации натуральная бессонница. То есть я просыпалась в определенное время, ночью, и не могла спать. Сначала я пыталась с этим как-то побороться, типа медикаментозно, что я, наверное, буду какие-то таблетки пить. Потом я поняла, слушай, так у тебя появляется два часа времени, причем там два часа не посплю, а потом засыпаю. Я просто нашла возможность это время использовать. Это был мой метод. Я ночью работала и делала определенные дела, конкретные, не любое дело, а они у меня были запланированы. Второй прием, который у меня тоже возник, что называется, спонтанно, это прием, связанный с тем, что я пыталась короткие дела так встроить в свою жизнь, чтобы они были всегда при мне. И это для меня тоже очень хорошо работало, особенно мне нелегко давалось все, что связано, допустим, с переводом или еще что-то. Это короткое дело, которое вот ты перевел эту статью для себя, посмотрел ее, и все, ты молодец. Я и не могу сесть и целую статью, например, сразу же для себя перевести или понять ее. Поэтому я это делала частично, мне это было не так страшно. Для меня это был абсолютно работающий прием. Но есть еще такие дела, когда вы не можете, вы не знаете, вы не понимаете, консультируйтесь, выстраивайте отношения с научным руководителем. Я не знаю, с коллегами, которые только что защитились или уже защищались, которые компетентны в этом вопросе. Уточняйте. Чаще всего мы консультируемся по сложным делам, когда я не знаю, как подобраться, пожалуйста, почему нет. Это тоже оптимизация. Многие говорят, я сам разберусь. Да нет сомнений, конечно, но вы потратите кучу времени. Не проще ли задать вопрос какой-то, может быть, вы каким-то методом не владеете, и вам нужно быстро освоить этот метод, можно пройти какой-то короткий курс или у кого-то проконсультироваться. Кроме того, если, наоборот, дело легкое, и вам жалко на него тратить время, ну, например, тоже оформление, или, допустим, вы считаете, что литературу я подбирать не буду, я лучше обращусь в библиотеку, там в некоторых университетах это бесплатно, в некоторых библиотеках, городских, например, или там областных, это платная услуга, но вы для себя определяете, что я лучше это дело делегирую и уже буду обрабатывать только. Пожалуйста, это тоже вариант, это тоже оптимизация, только нужно четко понимать, какое дело можно делегировать, а какое нет. Например, если поиск литературы по ключевым словам, которые вы отобрали, можно делегировать, то, допустим, обработку результатов научного исследования я бы не доверила никому. Почему? Потому что только вы понимаете ценность каждой конкретной цифры, каждых конкретных данных, которые вы получили, и вы не будете пренебрегать чем-то. Вы дольше будете объяснять другому человеку, как, что, почему это ценно, почему это так. Хотя, может быть, и здесь какие-то вот такие совместные вещи, когда вы вместе с кем-то что-то делаете, и поэтому это проще. Некоторые исследования невозможно одному сделать. Вам нужен какой-то коллектив, может быть, оборудование нужно, может, какие-то помощники нужны. Допустим, даже если вам не нужно оборудование, элементарный пример. Я когда писала докторскую диссертацию, мы проводили опрос. Мы проводили его в нескольких областях. Соответственно, я просто искала коллег, давала им материал. Они там, что называется, выступали в качестве организаторов этого опроса, а мне поступали материалы, материалы, и я потом их обрабатывала и так далее. Пожалуйста, конечно, вы же не будете там ездить по всем городам. То есть придумайте, есть ли в вашей теме место для консультации или делегирования. Как-то вы можете с кем-то разделить вот эти вот моменты. Ну, еще очень важный момент в заключении, что, безусловно, если вы все это объединяете, то есть вы не просто берете тайм-менеджмент, там, как планирование технологии, или вы не просто подумали о какой-то философии об этом процессе, да, а вы еще себя в этом увидели, вы занимаете еще самомотивацией, вы еще понимаете, как вам настроиться, как быть в ресурсном состоянии, в состоянии потока так называемого, да, когда вы более эффективны в принципе, чем бы вы ни занимались. То это, конечно, очень классно, когда вот это вот все вы умеете объединять. Об этом мы говорим, в том числе о мотивации и энергии, и на некоторых наших открытых вебинарах, естественно, в рамках курса. И поэтому объединяйте, объединяйте, и будем получать энергетические эффекты, да, усиливающие вот этот микс, и поэтому результат оптимизации будет намного больше. Ну и как всегда, друзья, я уж извините, но всегда в домашними заданиями, те, кто сегодня... Кстати, поставьте, пожалуйста, пятерочку, кто сегодня сделал все во время вебинара из того, что я просила присоединиться, сделали вы письма, но вы про себя многое узнали. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Если не делали, то, может быть, что-то ценное тоже для себя определили, и поэтому тоже можете поделиться своими ощущениями. Что касается домашнего задания, если вы не делали, то дела вот эти распределите. Сначала не хронометраж, сначала нужно распределить дела, да, вы для себя поймете, что для вас что. Потом можно провести мониторинг затрат времени, то есть не надо это делать специально, просто уделите этому внимание и учите. Ну и кроме того, мы сегодня несколько разных приемов проговорили, как можно провести оптимизацию научной деятельности, поэтому выберите для себя приемы, которые вам подходят, которые не надо всегда ломать через колено, да, вот если вам это не подходит, не подходит вам эта техника коротких работ, да, так называемая Павандора техника. Ну вот не работает она у вас, ну и не надо, ну и не надо, есть другие способы. Поэтому для себя определите вот эти приемы и ими пользуйтесь. Самое главное, друзья, применяйте это все на практике. Знание – это прекрасно, но как только вы начинаете делать, возникает результат, а мы, собственно говоря, результат хотим получить, не только процесс нам важен. Что касается наших встреч сегодняшних, сегодняшней, то она завершается. Я с огромным удовольствием приглашаю вас на нашу следующую встречу, которая состоится 12 октября. Мы будем говорить совершенно на другую тему, но тоже очень актуально по поводу заимствований правомерных и неправомерных, поэтому присоединяйтесь. Тоже постараюсь акцентировать ваше внимание на неочевидных вещах для того, чтобы тема была полезная. Ну и как всегда я хочу сказать, что если у вас есть вопросы, которые вы постеснялись задать в чате или они возникли после нашего вебинара, смело можете задать мне на почту, я на ваши вопросы отвечу. Очеркнула много интересного. Для себя большое спасибо, Анна Геннадьевна, благодарю. Друзья, я благодарю вас, что вы сегодня были со мной. Очень полезно и вдохновляюще. Большое спасибо. Пожалуйста, друзья, буду рада, если это помогает. Запись вебинара будет... Да, запись вебинара будет на канале, безусловно. Безусловно. Пожалуйста, присоединяйтесь к вебинарам. Простите, но я всегда вас немножечко задерживаю. Ну просто при планировании имейте в виду, что я такая вот. Поэтому видите, как важно знать, к какому спикеру вы приходите. И по большому счету можно было бы короче, но очень важно, чтобы какие-то детали не упустить. Ведь всегда все в деталях. Вот вроде бы все понимаем, а вот эту деталь не знали, и поэтому недооценивали то или другое. Эмоциональная зажигательница. Светлана Николаевна, благодарю вас. Ну что, друзья, вам прекрасного дня, прекрасной недели. И увидимся на следующих вебинарах и на курсе, если вы сочтете необходимым к нему присоединиться. Всего доброго. До свидания.